Привет, Гоин. Сейчас мы поговорим об анимации через нейросети, а именно через гениуса первого, то есть джен первый. Он буквально на днях сегодня, вчера вышел в общий доступ для всех, бесплатный доступ для всех. Ну, условно бесплатно, мы сейчас об этом поговорим. Это нейросеть, которая позволяет делать нам из видео другие видео, то есть обрабатывать его через нейронку. Как мы раньше это делали через stable diffusion, через absent. Теперь мы это можем делать через ген первый. Давайте для начала перейдем на почту, где у нас всех и оповестили о том, что вышел ген первый, и перейдем в него. Также мы в этом видео поговорим о ген втором, который уже анонсировали, там еще более интересная история с генерацией видео по тексту, что на самом деле удивительно, без каких-либо референсов и тому подобное, но это чуть-чуть позже. Сейчас мы обсудим ген первый, посмотрим его применение, его настройки, как он используется, ограничения, которые он имеет, его перспективы и тому подобное. После того, мы перешли на сайтик, на котором можем воспользоваться ген первым. Ссылочка будет непосредственно в описании, в нашем телеграм-канале. Кстати, не забывайте туда заходить. Там мы делимся опытом друг с другом, и там действительно сидят классные ребята, которые делают крутой контент, и очень приятные. В общем, заходите, общайтесь. В ген первом на сайте мы переходим в ген 1, видео 2, видео. И что же нам нужно сделать? Нам нужно взять исходник, однако ген первый имеет на данный момент некоторые ограничения. Как они сами пишут, эти ограничения, они временные. Что же это за ограничения? Первое, это то, что у вас есть ограниченное количество бесплатных секунд, которые вы можете использовать. На данный момент это 41 секунда, 35 секунд, по какой-то причине на разных аккаунтах по-разному. У вас может быть немного другой лимит, но даже на самых новых бесплатных аккаунтах, а у меня, я проверил на пятерых или шестерых, это не меньше 35 секунд. Мы загрузили наше видео, а теперь второе ограничение. На данный момент можно обработать видео максимально длиной в 3 секунды, как у нас вот здесь вот написано. Но это лимит должны вроде как скоро убрать. Итак, что же такое этот наш ген 1 и что он может? Давайте возьмем наш исходник и, допустим, возьмем, перейдем во вкладку пресет. Мы уже его здесь загрузили, теперь у нас тут отображается, и мы выберем какой-нибудь из пресетов, например, если я правильно прочитал, клей матчон. То есть это будут такие вот пластилиновые фигурки и тому подобное. Пластилина. В общем, наше видео, оно станет будто из пластилина. Давайте не будем здесь пока ничего не менять, сейчас я об этом все расскажу. Просто нажмем генерацию. Она будет происходить некоторое время, достаточно быстро, по сравнению с генерацией в том же Stable Diffusion, которым мы пользовались до этого для создания анимации. Но, правда говоря, есть большая разница между ген 1 и Stable Diffusion в подходах к использованию этого и другого инструмента. На данный момент все-таки Stable Diffusion более функционален по своим возможностям, но и ген 1 кое-в-чеб его побеждает. Ну, о всем по порядку. Пока у нас происходит генерация, давайте я вам быстренько расскажу про варианты, которые мы можем генерировать. У нас тут есть три вкладки. Image, Preset и Prompt. Давайте я себе перейду в другой угол. И здесь все более подробно расскажу. Первая вкладка это Image. Некоторые style reference. Здесь мы можем добавить картинку, которая будет служить референсом для нашей генерации. Например, мы можем добавить сюда вот такую вот картиночку. Мы ее закинем, или вот такую, пусть будут обе. И посмотрим, что из них у нас получится. Пока я вам покажу результат, который мы сделали с пресета. Пресета по некоторым пластилиновым человечкам. Пластилиновый такой style. Давайте посмотрим наше оригинальное видео. Выглядит оно вот так. Наша обработанная версия будет выглядеть вот так. Непосредственно фреймрейт немного ниже. Про это тоже чуть дальше расскажу. Но в целом есть у Gen1 ограничение по фреймрейту. Который в целом снимается все upgrade'ами и тому подобное. Платными подписками. Но они здесь очень невыгодные. Здесь дается в месяц всего 625 кредитов за 12 долларов в месяц. Это даже не помесячная годовая подписка. А помесячная подписка 15 долларов в месяц. 625 кредитов. Что равно 44 секунды. Это очень мало. Поэтому даже не смотрим. Делаем кучу-кучу аккаунтов. По поводу картинок. И как делается из них стиль. Допустим мы загрузили какую-то картинку. Мы можем ее выбрать. Указать дальше. Style интенсивность. То есть стиль. Насколько она будет мощной. Также можем указать seed. Выжимаем его копировать. И тому подобное. В целом это не сильно отличается в некотором роде от State Builder Fusion. Как в State Builder Fusion есть SEO промпта. Так и здесь есть стила. Непосредственно нашего стиля. Давайте нажмем генерировать. И сейчас еще чуть больше расскажу. Генерируется, как вы замечали до этого. Очень быстро. Поэтому мы быстренько пройдемся по другим настройкам. Если нажмете вкладку Advanced. То здесь будет настройок куда больше. И здесь уже поинтереснее. Первый настройок, который здесь есть. Это сила стиля. Чем больше сила стиля. Тем будет сильнее взаимодействовать наш картинка. Наш промпт. Наш превьюшка. То есть, ну, имею ввиду пресет. На наше изначальное изображение. И также есть Wage. Здесь можно почитать описание. Рекомендованное значение. Это у нас некоторое взаимодействие на изначальное видео. Тоже в некотором роде. Я просто вам сейчас приложу лучше на экран вот. Вот такие вот настройки. Одно и то же видео с разными настройками. С одинаковым сидом. И с одинаковым исходником. Вы можете видеть, как это все влияет. В целом, я бы вам, на самом деле, даже не сильно советовал бы лезть в Advanced настройки. А настраивал бы все в упрощенном виде. В SILA STRENGE. То есть, сила промпта условного. Итак. Мы сделали картинку. Выбрали ее как стиль. У нас есть исходник. И вот что у нас получается при 50% силы этого нашего стиля. Оно взяло с него такой рисованный стиль. Оно взяло с него стиль манги. Но при этом это все достаточно криво. И, возможно, у вас появился вопрос. А какое, собственно, у этого всего применение? Скажу вам так. Ген 1, в отличие от Stable Diffusion. Вернее, в отличие от того, как многие его используют. Ген 1. Нужно все-таки понимать, что Ген 1 это не система для наложения фильтров на видео. Собственно, похожего результата вы можете плюс-минус добиться разными фильтрами в разных фейсапах, в ТикТоке, в других программах для видеомонтажа. В чем же, собственно, преимущество непосредственно Ген 1 перед этим всем? Сейчас я вам покажу. Перейдем в вкладку Prompt. Давайте с этим файл переводчик. Google переводчик пусть будет. И я напишу, девушка, допустим, японская девушка танцует, на голове лежит снег, идет, допустим, пишу, снежная буря вокруг снег, на плечах снег. А мы скопируем вот этот вот промпт, возвращаемся в Ген 1, вставляем его и нажимаем, я пока закрою настройки, и нажму Generate. А пока чуть-чуть дальше более подробно про настройки. Далее у нас идет Seed, это стандартная история про семья в плане, с определенным Seed, с определенными настройками мы можем повторять похожие результаты. Дальше у нас идет Upscale, а, извиняюсь, Frame Constance, если я правильно прочитал, извиняюсь за мой английский. Это, грубо говоря, насколько каждый предыдущий кадр будет похож на следующий и наоборот, то есть следующий на предыдущий. Изначальное значение 1, а сам Ген советует от 1 до 1.25 ставить мы, предлагаем данный момент это не трогать, если вы прям не знаете, что делать. Дальше идет Upscale, а потом Remove Watermark, ну тут здесь все понятно, Upscale это увеличение размера, Remove Watermark это он сможет удалять ватермарке, но это все-таки по платной подписке. На самом деле удаление ватермарков звучит как что-то чуть незаконное, но это не на нашей совести. Верно? Дальше у нас идет Интерполяция, это настройка, которая помогает нам делать дополнительные кадры нашей генерации, однако я на данный момент ее не использую, и вы посмотрите, поиграйте с ней и нужна ли она вам. А дальше у нас идет настройка, которая будет отвечать за применение нашего промоста, стиля, картинки, примера на только задний план или только на передний план. Вернее наоборот, сейчас вот Foreground это на передний план, и Background это на задний план, я сейчас чуть дальше покажу как это работает. И в конце у нас идет Compare Vibe, оно нам покажет как выглядит наше исходное изображение, и как выглядит оно измененное. В небольшой анимации, на самом деле в некотором роде бесполезная штука, но тоже имеет место быть, на экране вы сейчас это видите. И так, что у нас получилось по нашему промпту. Смолтрему. Вот, мы можем увидеть, что у нас потрясовалась девушка, которая танцует, я вам еще раз покажу на всякий случай оригинал, если вдруг забыли, как это выглядело, и как это выглядит теперь. На самом деле, это и есть основная причина, почему Ген 1 так хорош. Я попросил его нарисовать снежную бурю, попросил его нарисовать снег на голове и тому подобное. Он не перерисовал моего активного персонажа, то есть на данный момент он все-таки не может взять прямо вот моего персонажа и нарисовать прямо на нем. Но он сделал похожего персонажа, он построил цвета, он сделал полноценную композицию и сделал в этой всей композиции снег, которого не было на исходном изображении, на исходном видео. И он также анимирован, он также двигается, идет снежная буря, там сзади там снег прям фигачит. И это в том, чем прелестен Ген 1. Он может делать то, чего еще нет на исходном изображении, исходном видео. И это действительно классно, если мы посмотрим работу каких-нибудь других креаторов, которые используют его. Сейчас я что-нибудь вам найду интересное. Хорошо, хорошо. Вот, смотрите, человек взял болванки, он сделал в блендере болванки, он сделал глупину, и он просто сделал небольшую анимацию и пустил через Ген 1, возможно, писав промтом или стилем. Это даже, кстати, скорее всего стиль. В пресетах у нас тут где-то был, или в имиджах, да, в имиджах демо-имидж, тут есть киберпанк. И он использовал его для того, чтобы создать вот такую вот анимацию, ну, буквально из ничего, из болванки в блендере очень простой. И это то, чем действительно классен Ген 1, тем, что он может создавать то, чего нету на исходнике. Скажете, в принципе, Stable Diffusion может то же самое? Да, но не в такой скорости, не с таким функционалом. К сожалению, Stable Diffusion, допустим, нужно было бы объяснить, как должен двигаться снег, который падает. Нужно было бы нарисовать частицы, из которых он сделает снег. Очень маловероятно, что вы бы смогли покадрово это сделать. То есть вам бы пришлось очень сильно заморочиться. А здесь я просто написал, сделай мне, чтобы шел снег. И вот, снег идет, он на анимации прямо вот идет, снежинки пролетают. И это то, чем действительно классен Ген 1, и чем будет еще круче Ген 2. Но мы сейчас до этого чуть-чуть дойдем. Давайте сейчас вам еще быстренько покажу. Очень классный пример с работой с бэкграундом. Мы так сейчас выберем бэкграунд. И напишем, напишем в промптах больше Firestorm. Ну, Firestorm, извиняюсь, у меня на английский очень плохо. Поэтому такая вот простая генерация. Пока он генерирует. Я вам расскажу в целом о моем ощущении технологии. И о том, что стоит нам ждать от Ген 2. На самом деле, я стоялся на мысли, о чем, возможно, многие в детстве мечтали. Что мы когда-то потом сядем и будем генерировать видео, фильмы, буквально проговаривая их вслух. То есть, там, будут такие технологии, что мы сядем, как режиссеры, представим сцену, мы ее проговорим. А мы там, скажем, как камеры поставить, как будут актеры и тому подобное. И все это произобразится в определенный кадр, определенную сцену. Из этого будут составляться фильмы. Либо было похоже у нас мысли при играх по созданию фильмов. Я думаю, многие из вас, кто смотрит это видео, могли такое играть. И на самом деле, в некотором роде, это и случается. То есть, то, что мы представляли в детстве, вот такие вот фантастические вещи. Они, ну, на самом деле, эти происходят. Только мы не проговариваем пока, а пишем их ручками. Пока сложно, пока это все странно выглядит. Но это уже, ну, довольно интересно. Это уже очень удивительные технологии. Ну, блин, год назад этого всего еще не было. А теперь, какие классные... А, нас ожидают вещи в будущем. Мы прописали Fire Force. И смотрите, сзади моего персонажа, которого я выставил, идет огонь. Я прописал, ну, нарисуй мне огонь. И он идет, огонь горит. Огонь горит, понимаете? Это на самом деле... Такие вот у меня радостные эмоции по поводу всей этой технологии. Потому что это буквально о том, чем я мечтал в детстве. И я очень рад этому, тому, что это происходит. И я буду очень активно следить за этим, за геном вторым. Я его очень жду. И будем делать какие-нибудь интересные проекты на фоне этого всего. Но пока вот играемся с такими вот обрубками наших будущих технологий, так сказать. Что еще вам можно сказать про в целом технологию? Я вам хотел еще показать некоторые примеры того, что делают люди. По поводу, вот, твиттера я подбирал разные работы. Вот за болванками. Классная идея. Классная штука. Некоторые люди вот играют со стилем. Это по-прежнему инструмент для накладывания фильтров, как ни странно. Но, мне кажется, немного кощунства можно так использовать. Но тут как бы главное это идейность, верно? Главное, как мы построим наше видеокомпозицию. А, скорее всего, это пока будет применяться все в каких-нибудь клипах, узконаправленных вещах, сериалах. Но, в конечном итоге, мы увидим этому всему применение уже в крупных проектах, фильмах, те же VFX эффекты, которые вот мы буквально там за 10 секунд создали горящий огонь там на заднем плане и тому подобное. И больше не нужно будет снимать там футажи, работать в будине. Люди смогут просто прописать, что хотят и получить классную картинку. Давайте посмотрим какие-нибудь еще результаты. Смотрите, вот это то, о чем я говорю. У нас здесь скалолаз ползет наверх. Ген 1 убрал все лишние детали. Он создал скалу, и это выглядит уже, ну, потрясающе. И это все пока в зачатке. То есть, ну, я думаю, мы увидим еще более крутые вещи. Тоже пример с болванками. Вот, особенно они мне очень сильно нравятся. То, что дорисовывается просто из ничего, и композиция, и цвет, и блик, и отражение. Ген 1 это все делает очень круто. Что мне очень понравилось. Вот, человек так странно идет. А потому что человек пальцами это делает. Блин, это все очень здорово. Я, на самом деле, очень рад записал вот такой экстренный видосик по технологии, которая мне просто самому очень понравилась. Хочел бы с вами вот и поделиться. Давайте еще вот посмотрим кусочек видео по Ген 2 без звука, чтобы нас не заблокировали видео. Но, в целом, это будет выглядеть как та история, где ты пишешь, что ты хочешь увидеть. И ты будешь получать картинку, то есть, там, пропишешь. Вот, Desert Landscape, то есть, там, пустыня. И он тебе ее сгенерирует. Но, действительно, классно. На самом деле, зачатки Ген 2 уже видны в Ген 1 с эффектами. И это здорово. Как бы, очень круто. Пишите, на самом деле, в комментариях, что вы ожидаете увидеть этой всей технологии. Что бы вы с ней делали, переходите в наш Телеграм-канал. А делитесь там своим опытом, своим мнением по поводу этого всего. Блин. Это очень круто. Я надеюсь, в таком же восторге, как я. В целом, это все, что стоило сейчас знать про Ген 1. В очень таком экстренном порядке. Дальше только уже ваша фантазия. Спасибо, что посмотрели это видео. Переходите в наш Телеграм-канал. Там много всего интересного. Мы там делимся опытом. И до новых встреч.